Окна и двери И следы волка на улице, в колокольчике прокаженных, звучащие внутри ледника, очаги в которых вырастают любящие руки, и все он напоминает мне о кресле, в котором ты сидела в тот день. Эти капли пота, стекающие со лба охотничьей собаки, в момент, когда она понимает, что человек властвует в силу своего безумия. Вот все, что дано тебе пить этой ночью, на рассвете будешь грызть закостенелые ласки. Мертворожденные слова учатся ходить, ковыляют к нам на ходулях отдельных вен. Мы можем, как обычно, прогнать их на другую сторону, впрочем, их шершавый говор не стал более понятным. Отзвук солнца в трости слепых бродит в катакомбах осени. Под брызгами застывших от холода волн пожухлые листья богатыри отправляются в самый сокровенный зеркальный зал, где затихает смех. Пять растопыренных пальцев твоих, пять башен тюремных, где ты сидишь, заключенный, в пяти разных обличиях, малейшие прикосновения, и башня рушится. Предпоследний день я, оставшийся в живых, все еще сплю в зародыши зеленой первобытности. Субтитры создавал DimaTorzok Я падаю все, падаю на дно, шахты в себе самом, мимо проносится слой за слоем, развалины города, где живет один лишь спящий охранник. Уносятся доязычные селения, уносится пещера со следами первой руки на стене твоей руки. Падаю, падаю, все-таки не без дна, но дно тоже падает, само падение падает, никто не получит последнего слова. Струнный квартет Полузакопаны где-то далеко в лесу, среди зелени музыканты из коренья и прели терпеливо растворяются под дождем. Их музыка повернулась назад, к тишине, откуда она и возникла. За июлем январь, каллиграфия вороньих когтей, знаки пауз между бессмысленным и бесследным. Северное сияние в холодке глаз. Кто там еще ждет в ельнике между стволами? Ни первое, ни второе, ни третье ждет безлюдие. Глаза закрыты, снежные письмена не будут прочитаны, линии на ладони, путеводные нити не будут разгаданы, отошли, а также оставили знаки, не существующие. Он кричит, чтоб не услышала водная гладь. Она просит минералы молчать, что-то многоязычное продолжает вещать через них. Хрустальный череп здесь, для того, чтобы в нем отражалась комната. Черты лица твоего мерцают созвездиями там, в вышине, над игрой пальцев и жестами, где крики деревьев превратились в пепельный дождь. Ты засыпаешь под сказки, нашептанные сквозь, замочные щели между ножками кровати, которые внезапно затанцевали. Ты проснешься под снегом, когда ты откроешь ее книга, вскрикнет от боли. Имя За болевым порогом разваливаются все хитроумные приспособления. Светятся ряды чисел в глазном яблоке, которые вертятся вокруг слепого пятна. Отчеты о воскресших формах жизни, предтечах, чудовищах, отходят околоплодные воды и выносимые светила предподлинная жизнь. По нервам листьев в летнем свете дождь, до начала фундамента, до земных лабиринтов кто-то поджег. Волосы словно фитиль. Я сгорал медленно и без боли. Теперь можешь и заблудиться. Тихо в зале. Челюсть выкопанная из земли. Склонилась над микрофоном и ревет вымершим голосом ледниковых времен. Тихо в зале. Челюсть выкопанная из земли. Склонилась за беремену. Красная из земли. Комиссия-лодią гоноке. Комиссия-лоди. Света-лоди. Комиссия-лоди. Комиссия-лоди. Света-лоди. Комиссия-лоди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Места для могилы, в мазе и всюду. Туда отправляемся. Мириады гравитационных полей втягивают в себя, в свои центры исчезновения. Окаменелость сияет с той же силой, что и солнце. Сегодня день смурной. Свет его, так пуглив, отвернулся от твоих песен о холодном ужасе. Открой, Настя ж, дверь, и вот уже дома и нет. Здесь, в миру, безбожно, нет места для нормальной жизни. Холод, солнце, неведующий, попробуй заикнуться, что мы упрощены до предела. Стало настолько простым, что тебя как бы и нет, но все же чуть вершистым под рукой. Звериный позвоночник, одноглазый хор, говори мне. Рано утром мертвые встают под видом тех, кто просыпается. В начале лета, когда еще бело, ты чувствуешь ерзанья каменного века в теле. Скоро поднимется уличный шум, что ослепит и загонит нас в тень листвы и скрежет воды из фонтана. Когда мы выкапываем их, они смеются над нами. Сам того не знаю. Я цитирую следы исчезнувших каменотесов. Они познали больше меня. И все же мы восстановим тебя. Какой бы грудой камней ты ни касался, а твое растоптанное имя мы найдем в архивных источниках в колючей и ледяной воде. Продолжение следует... Этот зов в тебе зовет не тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Он может видеть, смотрит через тебя. Я споткнулся о камень ухо. Он лежал, отвернувшись и слушал подземные хоры, поющие аллилуйя, которые никогда не зазвучат. На языке глухонемых дар нам важно слышать. И пусть оно будет самым чутким из нас в лесу, даже зимой, забытое под лыжней. Растворись, нет никого вокруг тебя. Никто не может быть рядом с тобой. Никто — это ты. Возможно, ты всего лишь усилитель сырого дыхания, скота на бойне и слой за слоем зарытого царствия небесного. Сирены воздушной тревоги шпилят церквей все тоньше и тоньше. Скоро они совсем сотрутся с солнцем. Лес стоял теплый и заброшенный. Я уже почти одичала на этих тропинках в поисках встречи хоть с кем, чтобы стать им. И пусть все утрачено еще до обретения. Всегда найдется тонкая, сухая рука, поднятая из-под ног в лесу в знак защиты или немого протеста. Но это не так.